На сегодняшний день в Дагестане проживают множество семей мигрантов. Большая часть из них – этнические дагестанцы, решившие вернуться на землю предков. И часто они нуждаются не только в административной, но и финансовой помощи. Так, миграционная служба республики решила привлечь дагестанских бизнесменов в качестве спонсоров для оказания материальной помощи переселенцам. Подробности доброго дела в сюжете по Симат Ханаповой. Екатерина Павлова – гражданка Украины. Два года назад ее мужа офицера Вооруженных сил России перевели по службе в Дагестан. Сразу после переезда встал вопрос о получении российского гражданства. Выезжать за пределы страны каждые три месяца оказалось нелегкой задачей. При том, что несколько недель назад в Симе Павловых родилась двойня – мальчик Егор и девочка Василиса. Каждые три месяца выезжать отсюда, сами понимаете, с детьми – не вариант. Тем более, работу мы здесь нашли. Я работаю в школе учителем. На данный момент в декрете. И начали заниматься оформлением документов. И на удивление, я вам скажу, много у нас с Украины, кто приехал в Россию, знаете, я скажу, вот процесс у меня сама быстро пошел. Везде люди еще не могут оформить РВП. А здесь как бы мы быстренько оформили РВП. Прошло полгода, подали документы на вид на жительство. Ну и вот спустя годы, полгода мы получаем уже вид на жительство. И очень этим радует. На финишный прямой, наконец-то это все закончится. Потому что, знаете, все равно как камень. На душе лежит, но когда же уже, все равно тяготит. Поздравить семью Павловых с радостным событием и вручить молодой маме вид на жительство, Буйнакска лично приехал глава миграционной службы Магомед Магомедов. После исполнения всех административных процедур вместе с документом, Екатерине вручили и подарок – детскую коляску для двоих детей. Это святее вам. Спасибо большое. Хваритов, подарки для малышей. Спасибо вам большое. И лично от нашего министра, от мужчиного Гаведовича, коляска. Большое спасибо вам за отзывчивость, за понимание, скорее всего. Очень мало, наверное, в нашей жизни осталось человеческого отношения, не в зависимости от чина, от должности занимаемой. Что вы все-таки входите в положение людей и делаете вот такие уступки. И тем более такие подарки так неожиданно. Спасибо вам огромное за это. Кроме того, сегодня конверты с материальной помощью получили семьи из Азербайджана, Узбекистана и Украины. Спонсорами выступили дагестанские бизнесмены Зиявудин Абдурахманов и Эдрис Шахназаров. Для здесь инвалидов, которые потеряли здесь пальцы, ребенок, больной, это наша обязанность. Тем более, вот такой месяц мы как мусульмане обязаны помочь. Все инициативы, которые могут отразиться на положительном имидже нашей республики, они готовы поддерживать. Поэтому с удовольствием они откликнулись на эту просьбу помочь без каких-то малейших колебаний. Мы сказали, сделаем все, что мы можем, все, что требуется для того, чтобы поддержать наших земляков, наших мигрантов, которые хотят начать новую жизнь у нас в Дагестане. Отметим, что в Дагестане более 10 тысяч мигрантов проживают на постоянной основе. В основном они приезжают работать. Однако патенты на трудовую деятельность получают лишь более 6 тысяч человек. Патемат Канапова, Дауд Гацанов, новости ННТ, Буднакск, Махачкала.